друзья приветствую вас это очередное видео на канале здравость видео из рубрики вопрос-ответ так что сейчас посидим часик побеседуем почитаем вопросы поотвечаем вот надеюсь результаты всего этого пойдут вам на пользу на развитие получите какие какую-то информацию какое-то благо вот и надеюсь сможете развиваться так что давайте начинать у нас первый вопрос от от александра александр говорит добрый день есть мнение что температурная обработка растительной пищи делает недоступными для организма содержащиеся в ней органические минералы и более того что образуются соли которые оседают на стенках сосудов теория вроде здравая но как же быть с отварами травяными чаями получается тоже засоряют сосуды александр конечно же дело во-первых в концентрации то есть концентрация того что вы пьете где-то в чае там в каком-то отваре как вы сказали да она несравнимо мало по сравнению с тем что люди годами что называется заталкивают себя путем поедания различные еды во первых в огромных количествах в чрезмерных количествах то есть даже если откинуть саму вредность еды в сторону на секунду даже сам факт того что люди просто хронически переедают просто жестко переедают да это уже в принципе повышает концентрацию нагрузку на организм вот тут как бы нужно заметить что давно уже были проведены эксперименты в принципе здравый смысл может человеку подсказать что когда человек ограничивает себя в количестве съедаемого при этом не меняя совершенно то что он ест то его жизни здоровья они пойдут вверх да то есть это факт и на мышах это подтверждено было и если вы посмотрите то есть как бы это странно не прозвучало но люди которые допустим выжили блокаду в ленинграде да там где-то в нацистских лагерях у них очень часто поменялись на всю жизнь привычки это именно в плане питания очень бережно относились к еде ели потом в малых количествах вот и они выглядели намного здоровее своих сверстников которые жили скажем так в более благоприятных условиях да и жили намного дольше также да в среднем вот это факт то есть это первое что нужно заметить вот и когда дело касается концентрации то как бы нужно понимать что то что приходит в чае с отваром там с каким-то да это это очень маленькая концентрация в каком-то смысле вы правы вот но я думаю что все-таки большинство людей употребляет эти отвары наверное для каких-то более ну пусть будут вкусовые наверное кто-то пьет и для вкусовых качеств да может там из-за стать состоянии ума что еще есть какая-то привязка к этим вкусом вот но на я уверен что есть и люди которые пьют для вот именно каких-то более медицинских целей то есть буквальном смысле в этой траве в этом отваре содержится какие-то какие-то элементы которые будут определенным образом влиять на тело вот именно для того чтобы эти элементы были доставлены в тело человек употребляет такой отвар то есть здесь имеется ввиду что у этого отвара цель в том числе медицинская да и понятное дело что там какое-то да может быть негативное влияние там очень очень маленького он будет оказывать но поверьте что как бы ни один человек практически этого не заметит то есть настолько она будет мало вот но безусловно в принципе вы правы но как бы уже на практике об этом можно не говорить потому что это это в принципе такая довольно довольно бесполезная вещь с точки зрения практики вот что касается теории что как бы в растительной пище когда ее обрабатывают то делает недоступными какие-то вещества ну да есть такая теория я бы сказал даже есть еще и обратная теория что и причем она подтвержденная что определенные вещества при обработке термической наоборот становятся лучшую своим усвоевыми вот и это тоже факт да например где-то в помидоре я забыл какой там элемент как он называется но в общем когда помидоры варишь именно термически обрабатываешь то этот элемент вдруг становится очень доступным вот и причем часто можно услышать что это используется как аргумент что вот мол этого элемента стало очень много очень доступно значит все все должны питаться вареные но такие люди понятное дело не понимают что нашему телу не нужно как можно больше вот ему нужно ровно столько сколько нужно да а все остальное она или заскладирует или избавиться да если она может так что бессмысленно думать что если мы там как бы дадим больше этих веществ то вдруг тело станет здоровее вот нет тело станет здоровее когда мы именно перестанем пичкать него то что его загрязняет то что его как бы заставляет болеть вот и тогда мы действительно станет здоровее вот в этом плане как бы мой опыт показывает что именно растительной пищи как минимум да будет двигать вас будет в том направлении вот и оживление ее, двинет вас в этом направлении еще больше. И мы об этом здесь говорим уже три года, получается. Так что надеюсь, это отвечает на ваш вопрос, и надеюсь, поможет вам принять какие-то решения или понять какие-то вещи. А мы двинемся дальше. Значит, у нас вопрос от Елены. И Елена говорит «Здравствуй, Яков. Что ты можешь сказать по поводу капустного кваса на переходе? Благодарю». Я так понимаю, переход не совсем понятно куда, но наверное на сыроедение. Я предположу. И давайте будем от этого отталкиваться, предположение, когда отвечаем на вопрос. Честно скажу, я вообще ничего не знаю про капустный квас. Я даже мало про него слышал. К капусте в целом отношусь хорошо. Особенно именно на стадии перехода. Почему? Потому что это такой продукт, который, что называется, дешевый сердито. Во-первых, капуста довольно такой доступный всем компонент. Так же, как и гречка, наверное, и еще какие-то вещи. Она на первом этапе очень хороша, потому что она очень серьезно представляет из себя серьезное количество клетчатки. То есть, в принципе, делая какие-то капустные салаты, где основным ингредиентом является такая нашинкованная капуста, где-то с морковью, или, может быть, там даже есть какие-то рецепты, я не знаю, из раздела квашеной капусты. Понятное дело, лучше без соли этим заниматься, какие-то искать. То, в принципе, она очень хорошо может помочь почистить кишечник. То есть, именно подачей постоянной большого количества клетчатки, во-первых, перистатика придет в норму. То есть, она будет в буквальном смысле... То есть, там у вас точно так же находятся мышцы. Вот, если эти мышцы, то есть, по той или иной причине завяли, например, если еда где-то долго застаивалась, там, десятилетиями, имеется в виду, что человек питался десятилетиями так, что у него еда очень медленно двигалась, да, или по ее природе, то есть, потому что там она, может, какая-то клейкая была, там, какой-то крахмал или еще что-то, вот, или по другим причинам. Вот, и вся эта перистатика, она не привыкла работать. Но, когда мы начинаем давать ей клетчатку, то она вдруг начинает вовлекаться в это все дело. Вот, и таким образом мы, в принципе, в тонус приводим не только какую-то свою биохимию, но и в буквальном смысле мышцы, которые это все делают. Вот это первое. То есть, есть еще второй физический компонент, что, как бы, на стенках есть какие-то отложения, и клетчатка действительно поможет, как такой вот какая-то, какой-то поршни это все будет продавливать, что называется, к выходу тоже чистить. Вот. Есть даже мнение, что употребление капусты и ее такое благостное усвоение показывает определенным образом чистоту кишечника. Да, то есть, если человек способен нормально усвоить капусту, вот, и при этом не возникает каких-то вздутий или других проблем, то у него, значит, более-менее чистый кишечник. Я не знаю, насколько я придерживаюсь этой теории. То есть, по себе не отслеживал. Капуста у меня, вроде бы, заходит нормально и принимается нормально. Хотя, когда-то раньше, я сейчас вспоминаю, там, если я ел какую-то приготовленную тушеную капусту, вот, у меня бывали, в принципе, определенные проблемы. Я не знаю, говорит ли это о чем-то, можно ли делать выводы, говорить, что это как-то связано. Вот. Я бы, наверное, не стал. Вот. Так что, насчет еще капустного сока могу сказать, тоже очень, как бы, хорошо отношусь. Там нет сахара. То есть, не подсядете на сахар, на сладенькое. Там, в принципе, очень много всяких минералов. То есть, это зелень в каком-то смысле. Да. И тоже можно это хорошо употреблять. Вот. И, ну, как я уже сказал, самое главное, что это очень доступный продукт. Вот. Так что, насчет кваса ничего не скажу. Но, надеюсь, вот, хотя бы эти вещи, которые я знаю о капусте. Вот у меня, у самого сейчас, вот конкретно сейчас, есть качан капусты в холодильнике, который я, там, в ближайшие дни, ну, там, пару салатов из него сделаю и съем его. Так что, вот такой вот момент. Надеюсь, это вам поможет, да, принять какие-то решения, развиться и двигаться дальше. Вот. Мы также будем двигаться дальше. У нас вопрос от Ивана. И Иван спрашивает. Привет, Яков! Удавалось ли тебе с помощью различных практик, медитаций, хатха-йоги, халатропа, випассаны осознать свое единство со Вселенной? Ну, и тут он дальше приводит текст, в котором, значит, ну, говорит, что можно не читать. В общем, описывает, что за состояние, что якобы ты, там, как капля воды, оторвавшаяся от океана, да, которая думает, что существует сама по себе. Ну, в общем, и так далее, так далее, что трудно это словами описать. Я бы сказал так, Иван, то есть я испытывал много различных состояний, вот, и какие-то, я считаю, допустим, важными, какие-то, там, неважными, в том смысле, что, может быть, конкретно какой-то опыт на меня повлиял больше, какой-то меньше, вот. Но, я думаю, цель даже не в том, чтобы испытать что-то раз, а чтобы жить в этом постоянно. Вот, и, как бы, это, наверное, единственное, о чем стоит вести речь. Вот, а все, там, остальные мультики, какие-то, там, придумки, да, может быть, даже не придумки. То есть я не хочу сейчас совсем утрировать или занижать, там, важность, возможно, какую-то. Вот, об этом, наверное, ну, не стоит на это особо отвлекаться, по крайней мере, я так считаю, да, или, по крайней мере, для себя такую позицию выработал. Вот, то есть, да, в принципе, все методы, какие вы назвали, да, они приводят в той или иной степени к пониманию, да, причем понимание, оно не дискретно, то есть это не то, что вот ноль и один, то есть или нет, или есть. Там много-много-много разных градаций, то есть я уже много раз говорил в своем видео, что так называемое, например, сатори из японского дзен-буддизма, оно тоже бывает, то есть может прилететь просто открытка, что называется, тебе покажут, как что-то выглядит, да, ты увидишь. Вот, а можешь, допустим, заглянуть в окно и там посмотреть некоторое время, да, можешь вообще переехать в то место, то есть это все очень разные интервалы, да, могут прислать там кинофильм и показать, например. Ну, то есть вы понимаете смысл, надеюсь, того, о чем я говорю, то есть есть много разных градаций, вот, но, понятное дело, итог, что нужно прийти к состоянию, когда ты в этом живешь, да, так как я не помню, кто это, как его зовут, был такой дядька в Америке Рам Дас, то есть это, по-моему, гарвардский профессор был, в общем, он был популяризатором там и различных медитаций, много чего делал вот из этой серии, вот, но у него был гуру такой, индийский, настоящий, по-моему, вот, и этому гуру я уже рассказывал, вот, по-моему, историю, что ему дали в свое время ЛСД попробовать, вот, и дали просто конскую дозу, от которой, ну, он, что называется, должен был улететь, да, и через некоторое время, там, сколько, 40 минут, час его спросили, ну, как, вот, и он сказал, да никак, что вообще ничего, он говорит, вообще ничего, они просто, ну, поразились, как это так может быть, вот, ну, и он тут пояснил им, говорит, что, ребята, я, мне не нужно садиться на автобус и ехать куда-то, когда я в этом куда-то уже живу каждодневно, да, то есть он им объяснил, что мне не нужно вот эти средства, да, лекарственные, которые вы мне даете, чтобы достигать этих состояний, когда я могу просто по щелчку пальцев, вот, за секунду уйти в такое же состояние, вот, то есть так он им пояснил, скажем, да, вот, в общем, примерно такие вот у меня реплики для вас, то есть сказать, что удавалось, я не знаю, то есть вы сами говорите, что словами описать невозможно, тогда зачем мы будем, как бы, я вам словами, а вы мне словами то, что описать невозможно, зачем мы будем конфузить друг друга, возможно, да, а еще и публику уважаемую, так что однозначно ответить я вам не могу или да, или нет, вот, но какие-то вещи я вам описал, надеюсь, будет полезно и вам, и смотрящим, так что оставим это на этом, вот, мы будем двигаться дальше, у нас следующий вопрос от Владислава, и Владислав спрашивает. Здравствуй, Яков, скажи, пожалуйста, откуда черпаешь информацию? Сейчас трудно найти полезную информацию, даже среди полезной литературы. Владислав, я не знаю, что вы имеете в виду под полезной литературой, то есть это такой довольно, как сказать, ну, термин, в который, наверное, каждый будет вкладывать свое что-то, вот, как бы могу сказать конкретно, откуда я беру информацию, то есть у меня, наверное, два источника, что-то я беру, понятное дело, из интернета, да, то есть где-то какие-то сайты, может, там, блог или еще что-то, где-то YouTube, да, где-то какие-то, может, лекции или еще что-то, вот, ну, и книги, то есть как-то я не могу сказать, что я прям зачитываюсь или засматриваюсь, да, у меня бывают моменты, когда я, когда я что-то гляну, когда я погружусь в какую-то тему, но в то же самое время, вот, последнее время довольно часто уже бывают такие моменты, когда у меня просто отторжение от всех тем, вот, и просто хочется, наоборот, закрыться от информации, причем это не, не какая-то там реакция, да, то есть я вот хочу закрыться, убежать от всего, а вот именно чувствую, что вот что-то натуральное, то есть примерно аналогично, что когда вот мы едим, поели, да, досыта и все, больше не хотим, вот, примерно такой же, то есть посмотрел, что-то потребил информационно, это же тоже должно перевариваться, то есть абсолютно идентично ведет себя информация, и вот пища в плане того, как это все ведет себя, просто пища это более грубая информация, проявленная как материя, да, а какие-то там звуки, какие-то мысли, это все более такое, более тонкое, да, но ведет себя это все идентично и влияет на нас тоже идентично. Вот, так что, то есть, примерно из этих источников, да, я, как уже сказал, не могу сказать, что зачитываюсь, как бы редко у меня так бывает, там, может, пару раз в год, может, там, три-четыре раза в год, что попадется какая-нибудь книга, которая, ну, что называется, вот, зайдет впрок, вот, эта книга прям пришла в нужный момент, в нужное время, в нужное место, что называется, да, про такую я уже говорил, вот, у меня была книга Станислава Грофа, про измененные реальности его, то есть, не знаю, то есть, еще, раньше я часто черпал книги из других книг, то есть, читая какую-то книгу, если я, допустим, считал ее важной, в том смысле, не то, что я ее, это важная книга, я ее читаю, да, то есть, я заранее так не делал, я просто, читая, понимал, что, как эта книга, вот, прям, в реальном времени меня трансформирует, я понимал, что она важная, и тогда я, допустим, то есть, если автор, там, делал отсылку на какого-то человека или, или на какой-то источник, то есть, я просто это как-то записывал, отмечал, и потом, возможно, то есть, мог, ну, как по ссылкам в интернете, идете, щелкаете на новые вещи, то есть, я потом уходил, сел в том направлении, смотрел, то там мог еще какую-то рекомендацию найти, вот, и по такой цепочке бывало очень интересные вещи, открывал целые области, вот. Но, как бы, сейчас у меня, наверное, уже другой период, потому что информация, в общем, даже не информация, то есть, сейчас у меня уже нет нужды, наверное, как бы, вот так вот, ну, я, понятное дело, все еще смотрю, и смотрю, что мне стоит почитать из других книг, но, наверное, сейчас мне просто, ну, у меня просто появляется мысль ни с того ни с сего, что открой сайт в интернете про такого человека, и, допустим, почитай про него информацию, и прочитай сразу же, то есть, его википедии страницы можешь найти книгу, и, допустим, вот эту книгу нужно, то есть, и, как бы, у меня вот сейчас такой случай есть, вот, а даже не важно, какая книга, но, как бы, человек, в принципе, известный, уже умер довольно такое длительное время назад, вот, ну, как-нибудь расскажу, то есть, может быть, отдельное видео сделаю, но книга, книга заходит очень мощно, и, действительно, наверное, будет из серии, что, вот, то, что нужно было мне в этот момент, в этом месте, да, в это время, вот, так что, ну, что называется, здесь уже, вот, прям, вот, как бы, принесли, принесли, как бы, на блюдечке, уже не откажешься, даже, даже уже по другим книгам шарить не нужно, было абсолютно, вот, так что, смотрите, я согласен с тем, что сейчас действительно огромный поток информации, то есть, можно заблудиться, утонуть, захлебнуться, что называется, да, и я уже отмечал когда-то, что это в ближайшее время станет проблемой, уже стала проблемой, и выживать будут именно те, информационно, ментально, там, эмоционально, как угодно, кто сможет, наоборот, уходить в себя, и не быть приклеенным к чувствам, то есть, там, к телефонам, да, и вот к этому потоку информации, потому что он, как бронзбойд, вот, и человек с таким маленьким открытым ротиком, да, ему из бронзбойд его просто разорвет, вот, в общем, будут выживать те, кто, наоборот, научится отрезать это в определенный момент, и уходить в себя, переваривать, вот, и это нужно научиться делать, вот, и понятное дело, в общем, интернет, это большая помойка, в которой где-то разбросаны, там, какие-то определенные, как вы говорите, ну, рискну предположить, что полезные вещи, да, то есть, надеюсь, мое определение полезного совпадает с вашим хотя бы немного, вот, и такое, такое действительно нужно находить, вот, так что смотрите, если с кем-то резонируете, да, если чье-то там сообщение вам заходит, то останьтесь, смотрите некоторое время этого человека или читайте, да, потом не бойтесь в то же самое время расстаться с ним, вот, причем, ну, наверное, не расставайтесь на эмоциях, там, ой, там, он или она сказала, там, что-то, с чем я не согласен, вот, но если вы находитесь в ладу с собой, то рано или поздно вы почувствуете, что, ну, допустим, ну, я ухожу, вот, как два поезда едут сначала по параллельным путям, а потом там одна ветка уходит куда-то влево, и вот они вот так вот разъезжаются, то есть, примерно так же будет, там, с каким-то человеком, то есть, вы можете спокойно потом, там, уйти в какие-то другие дела, да, и он будет, там, сам своим творчеством, или чем дальше заниматься, да, и может даже вернетесь, у меня были случаи, когда вот так вот к некоторым деятелям возвращался, то есть, там, в течение, там, десяти, может, лет, там, пару раз или два-три раза, вот, причем они были на разном этапе, я был на разном, на разных этапах, вот, но пару раз, допустим, пересекались в плане, в плане их творчества и того, что мне нужно, было нужно, вот, так что, так что надеюсь, надеюсь, это вам поможет, надеюсь, поможет вам развиваться, если у вас конкретные вопросы, там, я не знаю, по каким-то темам, то, ну, можете попытаться в комментариях написать, может быть, вам кто-то подскажет, я даже, может быть, что-то подскажу, вот, так что, надеюсь, это вам поможет, вот, а мы двинемся дальше, у нас вопрос от обычного человека, обычный человек пишет, за этот год я очень преобразился в положительную сторону, но осталась одна привычка, с которой я уже довольно давно борюсь, компьютерные игры, никак не могу избавиться от нее полностью, сталкивался ли с этим и что бы мог посоветовать? А, конкретно с компьютерными играми нет, не сталкивался, в том смысле, что зависимости от них у меня никогда не было, я даже, ну, наверное, сказал бы, что мне повезло, понятное дело, когда я рос, там, появились как раз вот эти все приставки, да, и мы тоже в них играли, может быть, даже злоупотребляли в каком-то смысле, но сказать, что, что мне это как-то, там, испортило жизнь, да, я, я не могу, то есть, в этом смысле мне повезло, я никогда на это не подсаживался, вот, ну, что можно сказать, я уже, я думаю, вы уже понимаете, что это не самая приятная привычка, раз задаете такой вопрос, видимо, хотите, хотите от него избавиться, то есть, как и все другие привычки, это связано просто, ну, банально с тем, что вы ощущаете в теле, то есть, как бы, банально, да, у вас есть какое-то ощущение, или приятное, или неприятное, то есть, что значит приятное? Это значит, что какие-то компьютерные игры вызывают у вас приятные ощущения в теле, теми эмоциями, что они дают, вот, и поэтому вам, когда вам хочется таких ощущений, вам, вы как роки сыр, да, как из этого мультика Чип и Дейл, я уже рассказывал, вы теряете свой разум, не отдаете отчет, что вы делаете, теряете осознанность и двигаетесь в этом направлении, вот, это, это первый момент, да, есть еще, допустим, момент, когда, наоборот, неприятные ощущения, то есть, наоборот, у вас какие-то неприятные ощущения возникают в течение жизни, ну, сами по себе, и пытаясь избавиться от этих ощущений, вы, опять же, также используете вот эти компьютерные игры, как инструмент вот это сделать, вот, ну, я не знаю конкретно вашей ситуации, то есть, как, то есть, насколько вы наркоманите по этому, если так можно сказать, вот, если, если наркоманите совсем, то на первом этапе, ну, я бы, вот, реально, я не знаю, в какие вы игры играете, там, да, то есть, или это какие-то, там, на компьютере устанавливаете, или где-то на вебе, наверное, где-то на вебе все уже играют, да, я предполагаю, вот, ну, реально, ставьте чуть ли не блокираторы, попросите, вот, без шуток, здесь сейчас без шуток, попросите каких-нибудь знакомых или, там, домашних, чтобы поставили какие-нибудь, не знаю, плагины или какие-то аккаунты на компьютере, в общем, заведите так, чтобы у вас стояли ограничения на те сайты, да, на конкретно какие вы, вы, вот, заходите и это делаете, например, да, в игрушки в эти играетесь, то есть, важно отследить момент, потому что человек, когда, вот, он еще обладает низкой осознанностью, когда он что-то делает, у него просто не хватает осознанности поймать вот этот момент, когда он, вот, поддастся сейчас на этот соблазн, вот, и самое важное, вот, отловить этот момент и часто, вот, просто небольшой такой блок, типа, ну, как, как вот я сейчас объяснял, ну, просто кто-то пароль, например, поставил на вот эти игрушки для вас, вот, это можно будет продумать, да, я уверен, что не только у вас такая проблема, уже кто-то уже пытается ее решать, можно просто почитать, вот, и тогда вот этот небольшой блок, он вам, как бы, включит осознанность опять, и вы скажете, так, стоп, я только что, как бы, собирался это делать, так что остановлюсь, и вы можете отвлечься, да, и чем-то заняться, вот, то есть, это первый момент, возведите такой блок, чтобы он вас блокировал, вот, по возможности, вот, от такого немедленного действия в этом направлении, вот, второй момент, что нужно, нужно начать как-то с этим бороться, то есть, нужно повышать осознанность, как вы сказали, то есть, вы сказали, что нужно бороться, вот, но я вам говорю, что рецепт это повысить осознанность, то есть, просто в моменты, когда у вас будет возникать это желание, получить возможность просто наблюдать за этим желанием, а не сливаться с ним и начать действовать в этом направлении, то есть, я уже делал видео о том, вот, как, по моему мнению, как я вижу сейчас, как как работают все пристрастия. Все пристрастия работают одинаково, нет вообще никакой разницы, там разница только в том, какие ощущения они вызывают, где, какого рода эти пристрастия, или они совсем просто деградируют вас, или они такие менее, скажем так, менее вредные, на первый взгляд. Например, алкоголизм деградирует, допустим, компьютерные игры, казалось бы, менее такая деградирующая вещь, но тоже может очень сильно портить жизнь. Нужно начать заниматься какими-то вещами, которые вам двинут осознанность вверх. Например, рекомендую очень серьезно рассмотреть йогу. Почему? Сейчас расскажу буквально в двух словах, то есть в том видео про вредные привычки я уже упоминал. То есть у вас нет осознанности, вы сливаете эту энергию просто потому, что вы находитесь на низких уровнях осознания. То есть в йоге говорят про чакры. Находясь энергетически на определенных чакрах, на нижних, ваше сознание находится там, вы, соответственно, ведете себя так, что это соответствует этим чакрам. Поднимая энергию выше, вы тогда поднимаете свое сознание. То есть в буквальном смысле, поднимая энергию, будет меняться то, что у вас в голове, какие вы мысли думаете, ваши тенденции. То есть просто наступит рано или поздно момент, скорее всего, довольно быстро, через довольно, ну не могу сказать, короткий срок. Но это не будет там годы занимать. Вы подвижки почувствуете очень быстро. Вот. Будут наступать моменты такого просветления, в смысле, что вы будете просто смотреть на свои вот эти желания поиграть в игры, будете говорить себе странно вообще, что я хочу этим заниматься. То есть это мне не соответствует. Да. И будете спокойно себя останавливать. Вот. И периодически будет случаться, что, допустим, там, вы будете сидеть, допустим, вот оно, желание поиграть. Да. Вот оно, желание поиграть. Возможно, это будет в моменты, когда вам скучно или там нечем заняться, или у вас какое-то свободное время. Да. Вот. То есть появляется это желание, вы его отследили, спокойно понаблюдали, говорите так, пальчиком помахали и говорите, я лучше пошел там в спортзал, или там я лучше пойду, не знаю, йогой позанимаюсь, или что-нибудь полезное для других сделаю. Вот. И спокойно будете уходить. По мере того, как вы будете уходить, каждый раз, когда вы превзойдете это желание, вот это умственное впечатление, которое вынуждало вас заниматься по накатанной вот этими игрушками, оно будет затираться, 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 затираться. То есть буквально в смысле, как таким вот ластиком, стеркой вы будете стирать свою ментальную программу, и на ее месте даже можете записать новую, например, саморазвитие. Например, я делаю что-то для себя полезное, развиваю себя. Я делаю что-то для других, помогаю другим развиваться. Вот. И примерно так это все будет работать. Вот. Надеюсь, это вкратце, то есть об этом можно буквально целые лекции делать. Если у вас какие-то темы вот конкретно зацепились с того, что я сказал, напишите в комментариях. Я, возможно, или там отвечу, или, может быть, сделаю отдельное видео, постараюсь раскрыть. Потому что тема – это действительно очень важная. В нее просто нужно еще раз направить внимание, усилия, и с моей стороны тоже. Вот. Потому что, то есть, мне борьба с пристрастиями тоже в каком-то смысле знакома. Мы все подвержены в том или ином смысле пристрастиям. Поэтому, как я уже сказал, они все работают одинаково. Просто немного меняются детали и интенсивность того, как на нас эти пристрастия влияют. Так что, надеюсь, вам это поможет. А мы двинемся дальше. Дальше у нас вопрос от Меркурия. Прям удивительные имена пошли в этих вопросах. Вопрос от Меркурия. Интересует тема гигиены ушей. Периодически сталкиваюсь с проблемой серных пробок, хотя соблюдаю рекомендации врачей. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу влияния окружающего шума и музыки, а также питания на здоровье ушей. Возможно, есть какие-то практики для поддержания хорошего слуха. Спасибо. Да, давайте сейчас поделюсь тем, что я знаю, тем, что я открыл для себя по этой конкретной теме. Значит, есть... То есть, одна вещь, которую я узнал относительно недавно, то есть, может быть, несколько лет назад, то, что уши чистить нужно определенным образом. То есть, вот эти все вот ватки на спичках, вот эти так называемые Q-tips, это вот эти палочки пластиковые, на которые тоже вата наматана, которые сейчас в упаковках продают. С двух сторон такая на палочке штука. То есть, ими нужно очень аккуратно. Люди, толкая их внутрь, на самом деле, как поршень ее используют, и заталкивают ушную серу внутрь. Таким образом они способствуют образованию пробок. Вот с этим нужно очень аккуратно. Если у вас уже с этим проблемы, я знаю, у меня, ну, как бы близкие мне люди делали, ходили в специальные места, то есть, я не знаю, как они называются, или это там лор-отделения какие-то, в общем, там сделают промывание ушей. То есть, я не знаю, каким-то водой или физраствором, то есть, они будут намывать в ухо чем-то, пока эта пробка оттуда просто не выскочит, не рассосется. Вот. И люди, которые это делали, говорили, что удивительные результаты, потому что, ну, просто ощущение, что улучшается слух. Ну, и понятное дело, если там все было забито, закрыто, то когда все открывается, да, действительно, действительно будет улучшение. Вот. То есть, это первый момент. Я не знаю, про какие рекомендации врачей вы говорите. Вот. Если это что-то из этой категории, то, наверное, это здраво. Может, имеет смысл послушать. Вот. Насчет окружающего шума и музыки. Значит, ну, как бы здесь, мне кажется, довольно очевидно все. То есть, чем громче все вокруг нас гремит, тем, как бы, хуже это для нашего слуха. Вот. То есть, отвечая вот на ваш последний вопрос, для поддержания хорошего слуха нужна тишина побольше. Да. То есть, так же, как вот равнозначно голоданию. То есть, еще раз показывает, что информация и питание, они ведут себя вот просто идентично. Просто это на разных уровнях влияния, которые они оказывают на нас. Вот. То есть, голодая также от звуков, мы повышаем себе слух. Вот. И улучшаем его. Тоже так же, например, помогают нам со слухом природные шумы. То есть, если где-то погулять по тихому лесу, у вас ухо будет прислушиваться не к какой-то там долбилке музыки, а где-то к шелесту травы, там птичка где-то чирикнула. То есть, это все случайное. Это все такое, как... Во-первых, оно по интенсивности намного ниже. То есть, уже нужно чуткость проявлять. Вот. И я обращал внимание, когда ходил в прошлом году, например, по глухим местам. То есть, ну вот где, допустим, ушел в лес, а там как бы уже на километре никого нет. Там медведи, там всякие животные только. Да, и ты. Вот. И в этой относительно чистой информационной среде через буквально там 2-3 дня у тебя очень обостряется слух. То есть, как только вот этот весь шлак информационный начинает с тебя спадать, случается вот этот детокс, вот ты просто начинаешь в буквальном смысле встраиваться в эту среду, да, сливаться с природой, которая находится вокруг тебя. Вот. И в том числе очень сильно повышается слух. И зрение улучшается, и слух становится намного более чутким. Вот. Так что в этом направлении я вам советую как бы побольше бывать в тишине и гулять на природе побольше, да, где вот нет там каких-то, не знаю, там шашлычников рядом с микрофонами. Мне просто, мне вообще всегда кажется это странным. То есть, я вижу это и в Америке. Это везде происходит, когда люди, выезжая на природу, приносят с собой там какое-то музыкальное устройство, которое воспроизводит музыку. Причем, как вы понимаете, это никогда не Чайковский, да, и не Моцарт. Это просто какая-то там рэп-долбилка или еще какая-то долбилка. Вот. А сейчас, значит, век наших мобильных устройств, к моему сожалению, даже часто вижу, что идет, допустим, человек по лесу, а у него где-то там в кармане радио или какое-то устройство, которое просто воспроизводит звук. То есть, человек, ну, настолько некомфортно ему просто быть даже с собой наедине, со своими мыслями, настолько он подсел на эти чувства, вот на этот стимулянт, который ему постоянно поступает в виде информации, что он даже вот в лесу погулять нормально не может, уже он просто как наркоман, ему нужно постоянно слушать. Вот. А здесь, ну, нужно отдавать себе внимание. Вот. Еще важный момент такой, по-моему, я тоже уже про него рассказывал. Как-то мы делали видео. Посмотрите, если вы не видели. В прошлом году я делал видео-марафон. 30 дней каждый день видео опубликовал на разные темы. Там буквально, ну, вот, все, что тогда пришло в голову, да, как бы то, что было интересно на тот момент, я делал в это видео. Вот. Там одно из видео как раз про музыку. И там я упоминал, что интересный момент, что когда, например, мы слушаем громкую музыку, если эта музыка нам не нравится, и она громкая, то у нас портится при этом слух. Однако, если эта музыка громкая, и эта музыка нам при этом нравится, то есть мы получаем от этого удовольствие, то там слух или не портится вообще, или он портится совсем чуть-чуть. Да, то есть, в принципе, люди, которые, ну, что называется, тусуют на каких-то там концертах, и при этом там оттягиваются, да, то, в принципе, они, возможно, вполне возможно, не так сильно теряют свой слух, как можно было бы предположить. Вот. Хотя, конечно, когда я в свое время, ну, ходил на концерты, когда я уже определенные вещи понял, я там, или на какие-то электронные выступления, я уже ходил с ушными затычками постоянно. То есть это просто невозможно без этого, да, если вы хотите еще использовать уши по назначению, например, даже там писать какую-то ту же музыку, вам уши нужны как инструмент. Вот. Это, это как бы очень важный орган, если, конечно, у вас не навыки Бетховена, которым, которым уши были, что называется, опциональны даже в плане написания музыки. Вот. Так что, ну, вот такие вот моменты. Надеюсь, надеюсь, это вам поможет. Вот. Питание на здоровье ушей, вот последний момент. Питание на здоровье ушей влияет прямым образом, ну, вот касаемо серы, да, то есть я говорил уже тоже в каких-то видео, просто поищите, наверняка где-то в разделе сыроедения будет там ушные, что-нибудь про уши и про питание, что вот эта сера, которая вырабатывается, она на живом питании, она становится совершенно другой консистенцией. Она, во-первых, она более такая жидкая, то есть она не какая-то густая, не комками, да, вот, которая все заклеивает, забивает, а она такое ощущение, что она более, более мягкая стала. Вот. И второй момент, что она такое ощущение, что она не такая жирная. То есть нужно понимать, что в том числе и через эту серу ушную тело выводят токсины. То есть я все время говорю, что тело, бедное, токсины выводят отовсюду, везде, где есть какие-то мембраны, откуда можно вывести. Там половые железы, вот здесь вот возле глаз скапливается, да, вот в ушах, то есть везде, с потом, отовсюду, когда вычищается. То есть представьте, что у вас есть тело, вот это какой-то, какой-то сосуд. Вот. У него есть дырочки, откуда что-то может вытекать. Совсем примитивно, но примерно так. Вот. Если в сосуде грязь, то из дырочек будет вытекать грязь. Дырочки немного разные, разного размера, там, для разных целей. Но вытекать будет из всех. Это факт. То есть в свое время, когда я делал видео про половое воздержание, да, и там либидо на сыроедении, то есть там целая серия видео, есть рубрика «Мужской разговор» на канале, кому интересно, можете глянуть. Это плейлист, да. И, ну, наверное, рубрика в том числе. И там как раз в видео я говорил о том, что когда грязное питание, то есть когда тело грязное, тело будет выводить через половую систему токсины. Вот. Но там люди просто многие не поняли вообще, о чем идет речь. То есть они многие там ги-ги, хи-хи-хи. То есть что, ой, там со спермой токсины, ну, как бы человек вообще крыши съехал. Ну, в общем, они просто не услышали. То есть им не судьба услышать то, что я как бы пытаюсь им сказать. Вот. Но суть в том, что то же самое будет с ушами происходить. То есть если внутри грязь, если поступает грязь, или тело еще как бы не почистилось, то это все будет выходить. По мере того, как будет очищаться, то есть это все будет тоже как бы очищаться. Вот. И касаемо чистки ушей, то есть можете делать по-йоговски. Я вам не говорю, что делать. Вот как я сейчас делаю. У вас есть мизинцы. Это оптимальный вариант. То есть не нужно туда что-то большое толкать. То есть с утра или в душе, когда вам вода льется, просто мизинцами вот эти ушные раковины, и на входе ушей вот в эти дырочки, в эти пазы, где начинаются сами ушные каналы, просто мизинцем там вот пошкрябите, чуть-чуть пощекотите, чтобы это все смыть. Вот. То есть все постепенно это будет вытекать наружу. Излишки будут вытекать наружу. Именно их вы счищаете. Вот. Не нужно все пытаться снутри вычистить, потому что это находится там в том числе и для защиты. Да. Так что это в принципе полезная вещь. Вот. Но когда вы наладили питание, наладилась консистенция, все. И, возможно, ну, может, если совсем проблемы, как я уже сказал, сходите разик, почистите от этих пробок, и все будет хорошо. Так что, надеюсь, поможет вам и смотрящим, или сейчас, или в будущем. Вот. А мы двинемся дальше. У нас дальше вопрос от Владимира. И Владимир спрашивает. Здравствуйте. Я около полутора, полутора года назад стал питаться по-вегетариански, оставив только молоко. Уже как семь месяцев я не употреблял молочные продукты, что можно назвать веганством. Заметил такую проблему. Зубы стали более прозрачными на концах, особенно заметно на передних. Я и смотрел ваше видео, посвященное проблеме зубов, но у меня более утонченный вопрос. Сразу после этого я начал употреблять кальций в виде витамин. Видимо, добавок. Как-то не особо помогло. После съехал на молочные продукты уже как недели две-две с половиной пью молоко. Но самое-то интересное, что тоже не дает пока ощутимого результата. Обо мне. 17 лет рацион. В общем, ну, описывает рацион. То есть там утром каша, обычно гречка, обед, фрукты, ужин, там, каша, еще что-либо. Вот. И три недели ем урбечь. Там, в общем, семена тыквы. Не могу слезть со сладкого. Это отдельная тема. И так, маловато занимаясь спортом. В общем, ну и так далее. То есть вопрос примерно поняли. Ну, примерно, что с зубами происходит? То есть зубы – это орган. Вот. Когда начинает тело меняться, то меняется биохимия во всем теле. То есть то, откуда тело раньше могло что-то брать и доставать, оно привыкло что-то делать определенным образом. Вот. Мы перестали давать ему возможность это делать. То есть у него нет сырья для этого. Сейчас заходит другое сырье. Вот. И телу нужно перестраиваться. Вот. Поэтому я рекомендую всем все делать постепенно. Вот. То есть вы говорите, что полтора года по-вегетариански, оставив только молоко. То есть, опять же, вегетарианство, вегетарианство рознь. Я не знаю, что, что имеется в виду под вегетарианством. Вот. Это может быть или очень здоровое вегетарианство, или можно как бы составить такой рацион, что как бы в могилу себя сведешь через месяц, да, на вегетарианстве. Вот. То же самое с веганством. Вот пока, что меня настораживает, во-первых, про молоко. То есть, мне кажется, вы с молоком, ну, как бы поддались, наверное, байкам определенным, что там якобы кальций содержится. Да, то есть, кальций там содержится в таких формах, да, что он не усваивается. Вот. А еще того хуже, что молоко, как закисляющий продукт, он, в принципе, из вас еще больше кальций будет вытягивать. То есть, с молоком я бы, наверное, ну, не то, что повременил. Это, скорее всего, не решит вашу проблему. То есть, если проблема именно, вот, как бы адресовать, что с зубами, то молоко, наверное, не то. Вот. А я обращаю внимание, что у вас, у меня такое ощущение, что у вас не особо зелени много в рационе. Вот. Обратите на это внимание, потому что каша и фрукты, вот, а потом каша и еще что-то, вот, а зелени нет. То есть, в зелени содержится очень много минералов. Вот. И урбечь, там, семена различные, молотые, да, тоже, это полезная штука. Вот. Но, как бы, без зелени пока не оставайтесь. Хотя бы капусту какую-то добавляйте. Я там, я не знаю, где вы живете географически. Вот. Капусту всегда можно в любое время года найти. В общем, что-то такое, что даст вот именно эти минералы. Вот. Еще важный момент насчет зубов, как бы это странно ни звучало, жевать. То есть, нужно жевать правильно, длительно жевать и развивать кровоток вот в этих вот участках. То есть, когда вы жуете, здесь будет кровь переливать. Вот. Для зубов, так как они органы, важно, чтобы это питалось. Вот. А еще интересный момент, я уже много раз на это обращал внимание, что когда занимаешься кардионагрузками, допустим, 30-40 минут побегал или на тренажере там где-то покрутил, например, хотя бы, то определенным образом, вот здесь в районе зубов, на деснах появляются определенные ощущения. То есть, у меня, по крайней мере. Вот. И я это воспринимаю как определенный прилив крови. То есть, за счет кардионагрузок правильных именно поступает кровь в такие места, где она в обычное время в принципе не доходит. То есть, нужно понимать, что у вас есть такие мелкие сосуды, где, чтобы эритроциту проникнуть, нужно в два раза свернуться. Вот. И туда он может проникнуть только под действием ваших мышц. Да. Он не может за счет сердца. То есть, сердце не накачает его. Гидродинамика так не даст сердцу работать. То есть, сердце просто для поддержки штанов, точнее, мозга, чтобы, ну и легких, понятное дело, чтобы, как бы, в момент, когда лежишь или когда не двигаешься, чтобы это все работало более-менее. Вот. А так, в принципе, в остальных частях все питается вот именно за счет, за счет того, что человек двигается. Поэтому так важно движение. Вот. Так что, обратите внимание, занимайтесь два раза в неделю 30-60 минут, постарайтесь каждый день это делать. Вот. Посмотрите, какие будут результаты. вот. И меняйте, делайте любые изменения поплавнее. То есть, не обрубайте все резко. Вот. То есть, включите, может, какие-то предыдущие продукты. То есть, как бы, каша и фрукты. На этом можно спокойно жить, но, как бы, нужно до этого определенные этапы, скорее всего, пройти, да, чтобы, чтобы не наломать дров. Вот. Так что, смотрите и, в общем, действуйте. Надеюсь, все у вас получится и поможет решить определенные проблемы, которые, как вы пишете, возникли. Вот. Надеюсь, это пойдет на пользу, а мы двинемся дальше. У нас вопрос от Ланы. Скажи, сколько тебе лет? 33 сейчас. Так что, простой вопрос, простой ответ. Дальше у нас вопрос. Так, это даже не вопрос, это обратная связь, поэтому я ее пропускаю. Так, у нас вопрос, от Артема. Артем спрашивает, Яков, здравия, благодарю за твою деятельность, мне 19 лет, 4 года не ем мясо. Друзья, я хотел бы, кстати, вот здесь такое замечание сделать, отступление. Меня очень радует, когда мне пишут довольно такие, ну, не хочу никого обижать, просто скажу, юные ребята, то есть, тем, кому там 18, 17, 19 лет, которые говорят, что я там мясо не ем, я там от той вредной привычки избавляюсь от другой, в общем, это очень, как сказать, воодушевляет, что такое в мире происходит, вот, ну, сказав это, я читаю дальше вопрос, мне 19 лет, 4 года не ем мясо, около 3 на веганской пище, летом этого года пробовал перейти на сыроедение, все шло хорошо, но на 3, на третий месяц при выполнении физических нагрузок мутнело в голове и тошнило. Как вы думаете, с чем это связано, стоило ли оставаться на сыроедении? Сейчас хочу снова пробовать сыроедить. Стоит ли голодать при переходе? Если да, то какой минимальный срок порекомендуете? Благодарю. Артем, сейчас я вам поясню, потому что мне эти опыты знакомы, вот именно в плане помутнение, я вам сейчас, ну, не знаю, раскидаю или не раскидаю, но поделюсь, по крайней мере, опытом. Это происходит от того, скорее всего, что это, в общем, это связано с тем, как у вас в теле налажена работа с сахаром. То есть, если мутнеет в голове, вот, когда, допустим, человек где-то долго на корточках сидел, например, встал и помутнело в голове, это нормально в том смысле, что это связано именно с перепадами давления. То есть, где-то были сосуды пережаты, где-то что-то и встаешь, меняется, вот это, вот это весь эквилибриум меняется, смещается, вот, и прилив крови, там, или отлив, или как угодно, вот, и происходит такой момент. Да, это, это первое. Но, скорее всего, вы ведете речь о чем-то другом. То есть, занимаясь нагрузками, вас может начать подташнивать или у вас, действительно, как вы сказали, мутнеет в голове, такое ощущение, что слабость, упадешь. Вот это именно связано с работой, как налажена работа тела с сахаром. И я тоже обращал внимание на сыроедение в начале. Может быть, такие моменты проскакивали у меня в первый год, когда при, вот, ну, именно занятиях физической нагрузкой, да, я тоже обращал внимание, что где-нибудь такая вот легкость ощущается и подобные симптомы, как вы. Но я уже знал, что это тогда связано с сахаром. Можете провести эксперимент. Возьмите, например, фиников, потому что они очень сладкие. Если у вас возникнет вот такая ситуация, сделайте эксперимент. Прям возьмите один финик и положите его в рот и начните его сосать, то есть, потому что финик, много сахара, сахар прям изо рта будет усваиваться, глюкоза. И посмотрите, снимет ли это эффект. Вот, можете прям очень четко отследить. если да, то, скорее всего, именно с этим это связано. Вот, и здесь ответом для меня было просто время. То есть, я продолжал заниматься, то есть, не нужно, как бы, давить так, что вас мутнеет в голове, то есть, снизьте чуть нагрузку, верните в такой, в нормальный рабочий режим. Вот, но продолжайте это делать. В итоге, когда тело меняется, когда все гомеостазы, все вот эти биохимические вещи меняются к новому типу, то это все уходит. То есть, у меня сейчас, у меня этого нет вообще. То есть, все это устаканилось, тело учится жить с совершенно новым гомеостазом сахара. То есть, вот эти все вещи, типа макарон, типа риса, что, ну, в общем, все вещи, которые имеют высокий гликемический индекс, которые вызывают большой всплеск инсулина, когда они поступают в тело. Вот, когда мы перестаем это употреблять, у нас совершенно становится другой работа тела с сахаром. То есть, по сути, уровень сахара в крови должен быть примерно одинаковым. Да, я думаю, мы это все понимаем, потому что мозг должен функционировать, он этого требует. Но то, как этого тела будет добиваться, это становится совершенно другим. Вот, и просто на первых этапах, когда тело еще не совсем справляется, вы даете нагрузки, где-то сахар чуть-чуть проседает, и вы чувствуете такие ощущения. То есть, это все уйдет, продолжайте заниматься, и тело в итоге плавненько-плавненько, оно поймет, что нужно делать, оно очень мудрое, и с этим разберется. Вот, так что, ну и смотрите за рационом, то есть, чтобы было более-менее сбалансировано, в смысле, не там, я на сбалансированном традиционном питании, а вот, ну, именно адекватное сыроедение, чтобы было, чтобы без фанатизма, чтобы вы следили, получали на первых этапах точно, как бы, различного типа продукта, и про зелень не забывайте, там можете и семян что-то попробовать, и про фрукты не забывайте, ну, про фрукты, наверное, и так все не забывают, вот, так что, это первое, насчет именно помутнения в голове, насчет голодания при переходе, голодание при переходе, понимаете, я не могу, что значит рекомендовать что-то, у всех разные ситуации, у всех разные показания, противопоказания, да, то есть, от этого зависит, я голодал, да, я не помню даже сколько дней, пять буквально, но это было больше, понимаете, это важно больше умственно, это чисто такая символическая вещь, то есть, важно, конечно, и на физическом плане, но важно сделать такую перезагрузку, да, и именно, мне кажется, голодание определенное полезно именно с этой точки зрения, потому что оно вам поможет немного очиститься, больше даже информационно, то есть, обнулить какие-то вкусовые пристрастия, хотя бы начать это делать, обнулить какие-то свои установки с едой, или вскрыть хотя бы какие-то моменты, вот, и потом уже уйти к новому типу питания, минимальный срок, точно не буду рекомендовать, потому что, потому что это тоже все очень-очень для всех будет по-разному, да, особенно не буду рекомендовать, я вообще считаю, что голодание с определенным сроком мне кажется странным, то есть голодать всегда нужно как бы по ощущениям, то есть бывает, вот есть такое понятие у альпинистов, например, или пытаются покорить, что называется, гору, бывает, гора не пошла, то есть вот, то есть пошел человек, там уже, допустим, кислорода мало, то есть вот не идет, то есть как вы говорите, допустим, темнеет в голове, то есть все пошел вниз, нужно возвращаться, гора не пошла, то есть ты же не будешь на свою погибель туда идти дальше, да, оттуда никто не забирает, там если, допустим, высота больше 8 тысяч метров, то есть там, там как бы спасатели не работают, вот, то есть пошел вниз, то же самое, голодаешь, вот бывает не пошло голодание, то есть спокойно, вернулся, начал выходить, все, не пошло голодание, без проблем, то есть или какие-то внутренние, или бывают там эмоциональные какие-то вещи, не пошло, или там, допустим, работа затянула, требуется, внешний мир, да, опять вызывает к себе, вот, поэтому голодать нужно всегда в очень спокойных условиях, это очень важный момент, ну, и это целая отдельная тема, то есть, вот, так что минимальный срок нет, но надеюсь, вот примерно из того, что я рассказываю, вы сможете для себя какие-то выводы сделать, посмотреть на свою ситуацию, там, если у вас там есть какое-то энное количество дней, когда вы можете немного расслабиться, да, там, сказать своим домашним, я вот, как бы, там, тем занимаюсь, да, как бы, немного по лояльни ко мне относитесь в эти дни, да, и надеюсь, вас поймут, поймут, для чего вы это делаете, может даже поддерживать, с вами этим займутся, вот, так что, и будет хорошо, вот, надеюсь, это поможет вам и всем смотрящим, вот, вот, по этой теме, а мы двинемся дальше, у нас, следующий вопрос от Юрия, Юрий спрашивает, спасибо заранее за ответ, Яков, как ты считаешь, может ли навредить следующая практика осознанности в течение дня, я ставлю таймер с обратным отчетом, например, на 10 минут, можно и меньше, на какой-то странице сайта, и закрываю браузер, далее продолжаю заниматься своими делами, моя задача состоит в том, чтобы вернуться через 10 минут на эту страницу, где я поставил таймер, фишка в том, что для того, чтобы не забыться, мне нужно постоянно осознавать себя, в течение времени таймера, и очень часто бывает так, я забываюсь, таймер уже давно ушел в минус, а вот когда не забываюсь, то получаю эффект, как от хорошей практики медитации, меня смущает только одно, вот эта привязка ко времени, нужна ли нашему сознанию, начал чувствовать время очень хорошо, чего раньше не было, может это все по бочке правильной медитации, да нет, не по бочке правильной медитации, вообще, ну, как бы, что такое правильная медитация, как бы, у кого не спросите, вам каждый расскажет много-много разных вариантов, даже одну и ту же медитацию, даже взять, например, такую медитацию под названием Анапана Сати, да, то есть Анапана, это значит дыхание, Сати, это как наблюдение, значит быть в моменте и смотреть на дыхание, то есть даже вот эту Анапана Сати, то есть, да, как это, вот этот термин, то есть и на санскрите, и на языке пали, они очень похожи, потому что пали это прокрит, в принципе, из санскрита и вышел, вот, то есть, там, какого мастера, какой традиции не спросить, каждый там какой-то отдельный вариант, с того, что значит правильная медитация, это только одна техника, да, а представьте, сколько там различных техник, вот, то есть, концентрироваться можно на разных вещах, то есть медитация, это, ну, давайте скажем так, да, это концентрация, например, как одно из определений, вот, концентрируясь на определенных вещах, мы, мы, как бы, однонаправляем наше сознание, вот, но стоит это делать на тех вещах, которые полезны для нас определенным образом, почему, то есть, да, делая такой, такую штуку с таймером, вы действительно тренируете определенным образом свою осознанность, вы действительно однонаправляете свое внимание, вы направляете его на то, что вам нужно примерно держать то, как течет время в голове, вот этот феномен временности, и потом возвращаться через определенный предполагаемый отрезок вот туда. То есть вы концентрируетесь на этом, но суть в том, что это может быть проблемой через некоторое время, потому что именно медитативное состояние, все, кто когда-то, допустим, занимался рисованием, скажет вам, что когда вот входишь в этот такой художественный поток, всегда он сопровождается, всегда просто как атрибут его главное, это то, что пропадает ощущение времени, то есть и так и в хорошей концентрации, когда начинает подниматься уровень концентрации, то начинает пропадать ощущение времени, то есть вот этот там колокольчик конца медитации, например, такое ощущение, что ну вот клянусь 5-10 минут посидел, ну максимум 15, а уже там час пролетел, вот такие ощущения, то есть в такие состояния входить. Вот и в этом смысле, ну я действительно вижу, как это может стать проблемой, то есть если вам по какой-то причине нужно действительно отработать как бы свое чувство времени, то, пожалуйста, занимайтесь. Но если у вас, если у вас цель именно повысить осознанность, то есть намного более эффективные способы, причем эти способы, которые, ну в отличие, наверное, от этого, они вам потом препятствий подножек не подставят в будущем, да, когда будете пытаться двигаться дальше. Так что вместо этого просто попробуйте всегда подслеживать за своим дыханием. Вот я уверяю вас, что это очень трудно, вот и как бы долго-долго можно над этим трудиться, чтобы делать что-то и в то же самое время еще осознавать, что, допустим, я дышу в тот же самый момент, да, и чуть-чуть подслеживать за дыханием постоянно. Вот, а если так человек может делать постоянно, это уже, ну, высший пилотаж, не высший пилотаж, но это уже, как бы, я не знаю, что значит достижение, это, наверное, даже странно так говорить, но, в общем, это очень полезный навык, потому что он вам помогает жить осознанно и помогает справляться с определенными ситуациями, ощущениями в теле, которые будут приходить неизбежно по мере того, как вы функционируете в социуме, в этом физическом мире. Вот, так что, вот, надеюсь, надеюсь, это, это вам поможет, да, вот, и, ну, касаемо привязки ко времени, вы сами заметили, что, да, наверное, в каком-то смысле, на каком-то этапе это окажется не самой такой полезной вещью, которую, которую стоит развивать. Вот, так что, вот, надеюсь, как я уже сказал, надеюсь, это вам поможет, надеюсь, поможет и вам, и всем смотрящим. Вот, друзья, у нас час подходит к концу.